Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ага Эмили и у нас с вами огромная просто распаковка. Я буду стараться все максимально быстро показывать, потому что у нас с вами 50 позиций. И хочется не затянуть, сделать видео интересным, а в то же самое время поделиться своими ощущениями, впечатлениями о каждом товаре. По возможности ссылочки я буду оставлять. Товары не только Strand YOL, но также и Shane. Даже я бы сказала, большинство все-таки Shane. Я ждала, чтобы все товары пришли. Я смогла для вас снять интересное видео, поэтому ждала. Еще такой небольшой косяк. У нас в стране есть лимит. 300 долларов, больше 300 долларов в течение месяца заказать невозможно. А я этот лимит перешла. Именно поэтому мне изъяли одну из посылок. Я ехала туда, в таможню, разбиралась. Там получились праздники. Ну в общем, наконец-то все у меня. Уже некоторые вещи сезон одевать надо, а я все никак не могу снять это видео. А следовательно, и носить вещи, которые мне настолько нравятся. Итак, пожалуй, приступим. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с этого органайзера. Это органайзер именно для палеток теней. Как вы знаете, я очень люблю косметику, в особенности тени. У меня в последнее время палеток очень много. Я увидела его на Shane и решила, что оно мне надо. Смотрится очень эстетично. Конечно, будет собирать пыль, но все же мне захотелось. Дальше, наверное, покажу вам сет очков, которые стоят всего 10 монат. Здесь три пары очков. С доставкой получается, по-моему, 14. Но мне очень понравилась форма. Я не прогадала. Я взяла те очки, которые больше всего продавались на Trendyol. Есть разные формы, но я не прогадала. Здесь, значит, коричневые, черные и бежевые. На мой взгляд, огромный плюс, что они приходят отдельно запакованные, а следовательно, вы можете кому-то подарить. Это у нас уже идут черные. Безумно нравится форма. Пластик такой достаточно качественный. Учитывая стоимость, это просто находка, на мой взгляд. Все ссылки касательно Trendyol будут по одной ссылке. То есть, по одной ссылке я создам для вас коллекцию. И в этой коллекции будут все абсолютно товары, которые я покажу. А мы с вами двигаемся дальше. Вещь, которая меня немножко разочаровала на фотографии. Она выглядела гораздо лучше, чем в жизни. Это самый обычный пластик. Подобная вещь у нас в магазине. Все по монату стоит монат. А я купила, по-моему, за 5 или за 7 долларов. Ну, такое себе. Если бы я увидела бы в жизни, я бы брать не стала. Но просто мамочка захотела. Я не смогла ей отказать. И, в общем, мы взяли. А купили мы эту штуку для вот этих перышек. Причем, вы знаете, здесь три сета. Взяли много. Чтобы это смотрелось классно. Но перышки все-таки не того качества, которое мы ожидали. Ну и неплохо, на самом деле. Мне подарили букет. Если вы замечали, в видео на заднем плане у меня постоянно эти перышки. Я решила, что в гостиную тоже нужны перышки. Только другие. Вроде бы и много перышек заказали. Но мне кажется, здесь нужна ваза с узким горлом, чтобы смотрелось это вот так. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас покажу маме, если для нее окей, для меня вообще без разницы. Еще одно приобретение, которое я вам показывала во влоге. Я просто в восторге от этой сумочки. Она очень миниатюрная. Почему-то на видео она кажется гораздо больше. В нее помещается мой телефон. И она стоила 12 монат. Но после того, как мои подписчики очень много кто купил, продавец поднял стоимость на 15. Но даже за 15. Это просто обалденная цена для такой сумки. Потому что подобные там стоят около 20. Так что цена крутая. Единственное, что я сделала, я бы укоротила этот мешок. Его можно укоротить в домашних условиях обычной плоскогубцей. Просто глаза разбегаются. Я не знаю, с чего начать и чем закончить. Вот такой синий костюмчик. Это на повседневку. Шейн в прошлом году я заказывала кое-что на подобие. Я очень часто носила этот синий костюм. Кто помнит, на одно плечо постоянно все лето было в нем. Настолько легенький, удобный. И я решила обновить себе костюмчик. Взяла вот такой синий. Безумно красивый цвет. Размер у меня получается S36. Длина вещей на шейн всегда идеально подходит под мой рост. В данном случае тоже. И вот такой вот топ. Здесь одна сторона немножко укороченная. А другая подлиннее. Ткань очень приятная на ощупь. Я осталась безумно довольна. Буду носить. Но куда же без чехла на телефон? Вообще начать хочу с того момента, что я уже, наверное, на протяжении где-то 7 лет не покупаю чехлы у нас здесь в городе. А все потому, что выбор скудный. Да еще и цена заоблачная. Очень странная особенность. Но у нас в городе чехлы продают в зависимости от цены вашего телефона. То есть на последней модели айфонов чехлы почему-то дороже, чем на какие-то ксиоми. Это я так, к слову, ничего против ксиоми не имею. Наоборот, классный телефон. У меня у бабы такой. Так вот, на шейн без разницы. На какую модель телефона вы выбираете чехол? Все они стоят 3 копейки. Поэтому я себе заказала вот такой. А мы с вами двигаемся дальше. Я очень хотела себе это. На сайте Makeup Revolution есть этот аромат. И стоит он немножко дешевле, чем на Trendyol. Но на официальном сайте, к сожалению, платная доставка. И стоит она не сильно дешево. Я могу ошибаться. Вы можете меня исправить. Там около 10-14 евро. На мой взгляд, это очень дорого. Раньше она была бесплатная от какой-то суммы. Купить один аромат и заплатить столько за доставку, понятное дело, невыгодно. Надо купить очень много всего. Но если купить мешок косметики, у таможенной тоже возникают к тебе вопросы. Ты на продажу или куда? Аромат просто невероятный. Пудровый и еще плюс стойкий. Хотя это просто туалетная вода. Обожаю этот аромат. Там есть разные разновидности. Вот я жду скидки. Как только будет, обязательно закажу себе Trendyol. Давайте сюда. Желтое платье, из-за которого я делала второй заказ. Посмотрите на этот цвет. Ну как можно было пройти мимо? Просто невозможно. Здесь внутри есть подкладка. Можно даже носить без бюстгальтера. Просто мне как-то не особо комфортно. По бокам здесь небольшая сборочка, которая неплохо подчеркивает вашу фигуру. Платье длинное. Верха здесь нету. Плечики оголенные, как я люблю. Размер, как всегда, самый маленький S взяла. Швы прострочены идеально. Качество платья просто на высоте. Ну а самое главное, конечно же, цвет. У меня в гардеробе такого цвета, по-моему, ничего нету. Хотя нет, есть. Я вспомнила. Раз уже разговор зашел про платье, хочу вам показать две модельки, про которые снимала отдельное видео. Оба платья от бренда Trendyol Mila. Безумно красивая посадка. Это платье вообще я заметила в комментариях. Покупают беременяшки. На них тоже сидит очень красиво. Легенький материал. 36 размер. S. В общем, я в восторге от того, как это платье сидит на мне. Мне кажется, просто идеально. Вот этот пояс можно завязывать как спереди, так и сзади. Круто подчеркивает фигуру. В общем, я довольна. И после того, как я осталась довольна этим платьем, я решила заказать еще одно. Это уже из новой коллекции Trendyol Mila. Но тоже стоит оно недорого. Здесь крутой подклад. И реально можно носить это платье абсолютно спокойно, без бюстгальтера. Размерчик я взяла 36. Но это платье очень сильно маломерит. Поэтому хорошо, что я не взяла XS. XS бы точно мне не подошел. Плюс еще это платье очень сильно худит. Если для вас это плюс, то обязательно заказывайте. Действительно, это платье безумно стройнит. В моем случае, на мой взгляд, опять же, я выгляжу в нем просто как вешалка. Но материал очень приятный, девочки. Прям вот знаете, 5 из 5. Вообще все вещи этого бренда на Trendyol мне очень нравятся. У него всегда супер отзывы. Это уже из моего разочарования. Взяла на скидки. Это ужас какой-то девочке. На видео, на фотографии платье выглядит классно. Но в жизни оно очень некачественно пошито. Дурацкий материал. Плюс еще оно очень сильно электризуется. Я не знаю, как объяснить. Но оно прям липнет к телу. Это какой-то очень странный материал. Я не знаю, куда я буду это носить. И буду ли носить вообще. Вот классно на Wildberries можно, например, что-то заказать. Посмотреть, подходят тебе вещи или нет. А потом уже приобрести. Если вещь в таком состоянии, я бы лично ее брать не стала. Но у нас ни у одного маркетплейса нет такой возможности. То есть, если ты заказываешь, уже вещь твоя. И возможности ее вернуть, обменять, что-то оспорить. Это, конечно, невозможно, к сожалению. Видите, даже сейчас мои волосы липнут к этому платью. То есть, весь мусор, который находится в этой комнате, он обязательно прилипнет к этому платью. Хотя кажется, что материал такой по типу шелка. Но нет. А вот эта кофта, это находка. Я почему-то была уверена, что останусь в восторге. И действительно так. Особенно я люблю вот такой уголочек около талии. Он подчеркивает фигуру. И фигура выглядит как песочные часы. Надо было раньше распаковать эти посылки. Но распаковала я их давно, на самом деле. Просто так, как я не сняла видео распаковочку, я эти вещи пока что надевать не стала. Но на улице уже жарко и уже с длинным рукавом. Уже совсем не то. Поэтому не знаю, успею ли я в этом году надеть эту красоту. Сзади здесь получается сеточка, а спереди есть подклад. Поэтому ваше белье никто не увидит. Следующее разочарование уже с тренд Йо. Понятное дело, когда мы совершаем заказ онлайн, иногда бывает, что мы попадаем, а иногда нет. И вот в данном случае я не попала совсем. Я решила у одного продавца заказать три пары обуви. Одну маме и две пары себе. И вы знаете, впервые я заказывала открытую обувь. Почитала отзывы. Там все писали, что нужно брать на размер больше. Я так и сделала. Взяла 38, но они мне просто огромные. Эту обувь я должна была брать в 36 размере. И в следующий раз, заказывая обувь на тренд Йо, я уже взяла свой размер. Чуть позже вам покажу. Даже следующими покажу вам эти туфельки супер красивые. Ну, в общем, обувь мне большая, теперь что делать, я не знаю. Наверное, кому-то из знакомых подарю. Или, может быть, сама буду носить во дворе у себя или дома, как домашники. В общем, черные такие и коричневые. Стоили они недорого, поэтому не сильно обидно. Но в следующий раз уже я приняла к сведению, что надо заказывать летнюю обувь на размер, а может даже на два меньше. Вчера была распродажа. Я делилась очень большим количеством ссылок, когда бывают распродажи. Я стараюсь делиться абсолютно всем. И я заказала себе 7 пар обуви. Два правда сета, но все же, когда придет, обязательно вам покажу. А вот про это я вам говорила. После неудачи с этими шлепанцами я решила себе взять... А, это не то. От фирмы Полка. Это невероятно красивые туфельки с такими блестящими шнурками. Жалко, что видео не передает вам всей красоты этих каблучков. Я взяла 37 размер. Чуток мне большеват, но не сильно критично. Я боялась взять 36, вдруг потом не влезу. В эти влезла, мне в них удобно. Просто чуть-чуть совсем большеваты. Они были серебряные, белые и черные. Я взяла себе серебряные. Очень странно, что в золоте их не было, но подобные обуви на Трендвилл очень много. Намного дешевле, чем у нас в городе. Так что возьмите себе на заметку. Дальше. Вы знаете, что я часто еду в деревню. И у меня есть одна спортивная сумка. Я решила заказать еще одну. Стоила она не сильно дорого. Но вы знаете, тут и материал не супер качественный. Но так, если вам немного всего надо, например, на пару дней едете в деревню, то можно все поместить в этой сумке и спокойно поехать. У меня одна есть, но иногда бывает, что в одной не помещается. Поэтому взяла еще одну. Там цвет, по-моему, выбрать нельзя было. Они отправляли на бум. Это шейн. Но также такие же есть и на Трендвилл. Если хотите, я вам ссылочку обязательно оставлю. На Трендвилл тоже. Потому что шейн обязательно нужно заказать на 50 долларов. А на Трендвилл можно заказать на любую сумму. Ой, иди сюда. Следующее мое разочарование. Шейн. Я была в шоке, когда я увидела эту рубашку. Сейчас на видео вам опять кажется, что все окей. Но поверьте мне, в жизни это не так. Это рубашка. Я постараюсь ее погладить, привести в какой-то божеский вид. И потом снять для вас видео. Но честно, она уже вся в катышках. Я не знаю, почему она в таком состоянии. Все в комментариях писали, что она очень сильно большемерит. Я решила взять Эску. Даже нет, я взяла Эксэс. Вот надо было брать Эску. Но это ладно. С размером немножко прогадала. Это не беда. Дело в том, что она выглядит безумно старой. Как будто я сняла ее с какого-то бомжа. Причем бомж сам тоже в ней, знаете, около 5-6 лет ходил, не снимая и лежал на полу. Вот такое вот состояние у рубашки. И сейчас вы, наверное, напишите, зачем каждый раз промахиваться. Не проще ли пойти в магазин и купить все необходимое. Нет, ребят, не проще. Мне проще заказать. Потому что в 80% случаев я реально попадаю. Уже у меня есть любимые продавцы на тренд-йолл. Размер которых я знаю точно. Например, в обуви это Маджин. Чуть позже вам обязательно покажу. Это просто невероятная обувь. И это безумно экономит мое время. Следующий чехол тоже похож на предыдущий. Опять же на мой телефончик. Вы, наверное, спросите меня, зачем столько чехлов? Ты же скоро поменяешь телефон. Если честно, в ближайшее время менять свой телефон я не собираюсь. Он справляется абсолютно с любым функционалом. Кто не знает, у меня 14-й Pro Max. Я знаю, что вышел 15-й. Скоро выйдет 16-й. Но, возможно, на 17-й я его поменяю. И в прошлый раз мои чехлы, которые были от 11-го айфона, все я подарила своей подписчице, у кого 11-й. Так что ничего не ушло в мусорку. А моими чехлами пользуется девушка моя подписчица. Если ты смотришь меня, передайте огромный привет. Она сама приехала, забрала. Это было очень удобно. И еще один чехол. Естественно, дурацкие чехлы я отдавать не стала. Там, знаете, грязные, потрепанные. Я взяла самые новые в хорошем состоянии и подарила своей подписчице. Следующий чехол такой черный. Казалось бы, ничего особенного. Просто черный чехол. Но нет. Здесь есть буква Е и небольшое сердечко. Сам чехол матовый. А вот эта вот буковка, она глянцевая. И еще рядом сердечко тоже глянцевое. Обожаю заказывать чехлы. Там просто такой выбор. Ни в одном магазине такого выбора нет. Таких цен нигде нет. Там есть сеты. В общем, все, что нужно шипоголику. У меня очень много одежды на выход. Но я заметила, что у меня очень мало домашних позиций. Поэтому в этот раз я решила купить много чего именно для дома. Самые обычные вот такие брючки. Они также были и больших размеров. Очень приятная ткань. Размерчик S я взяла. Так хотела, знаете, свободненько, чтобы сидели. И как раз сидят очень хорошо. И верх тоже самый обычный. Я не люблю ходить дома в каких-то обносках, обгрызках, старых вещах. Дома должно быть комфортно. У нас, наверное, какой-то менталитет, что обязательно нужно наряжаться, когда ты выходишь из дома. Вот у меня такого нет. Мне хочется выглядеть хорошо и дома. Наверное, потому что большую часть своей жизни я нахожусь дома. То есть каждый день я не иду на работу, а каждый день я дома. И вот дома хочется выглядеть хорошо. И давайте теперь перейдем к моему любимому бренду обуви. Это маржин. А, кстати, я вам показывала, по-моему, в одном из влогов, как я забирала эти посылки и показывала вам эти кроссовки. Они невероятно крутые. Мне не настолько нравятся, девочки, эти стразы. Вот, например, в данном случае, в случае этого бренда, то есть я знаю, что мне идеально подходит 38-й. Я не люблю, когда кроссовки впритык, потому что порой я ношу с носками. Мне комфортно, когда чуть-чуть есть пространство между моими пальчиками и концом кроссовки. То есть вот эти вот чуть позже вам покажу белые, тоже со стразами. Хотя их тоже, по-моему, я показывала. Ну да ладно, кто видел, посмотрите еще раз. Кто не видел, давайте посмотрим вместе. То есть здесь 38-й мне идеально подходит. Но вот эти вот другие там впритык. Вот впритык кроссовки я не люблю. Я люблю, когда нога себя чувствует комфортно при ходьбе. Чтобы не путаться, стараюсь все, что вам показала, закидывать сюда. Вот я вам говорила про вот эти кроссовки. Раз уже речь пошла про них, их тоже покажу. Хотя и показывала, но я вам, по-моему, показывала в незашнурованном виде. Сейчас они у меня зашнурованы. Здесь также размер 38-й, но они меньше, чем маржин. И они мне впритык. В принципе, носить можно нормально, но я люблю, когда на пол размера мне обувь большая. С джинсовыми шортами, с какой-то футболкой, кроссы. Я обожаю подобное. Вообще каблуки меня заставляют покупать. Мама моя бы воля, я бы вообще на каблуках бы не ходила. И это, наверное, связано с моим детством, когда я училась в 8-9 классе. Мне настолько нравились каблуки. И причем мама в тот период разрешала мне ходить на каблуках, как будто она чувствовала, что у меня какой-то период, когда мне хочется. А сейчас я настолько предпочитаю свой комфорт. Просто чисто для галочки купила обувь с каблуком. Это тоже от Шейн. Взяла себе кисточку. Она скошенная, очень удобная. Причем я заказывала себе две кисточки. Одной пользуюсь на ежедневной основе, оформляю бровки. А эта чуть побольше. Они шли сетом, то есть две кисточки вместе. Я тут даже не знаю, куда ее применить. Пусть будет, попробуем оформить брови. Вот такой коврик я увидела на Шейн. И мне показался он просто огромным. На фотографии казался большим. Я решила не брать сантиметр и приблизительно не посмотреть. Но почему-то он, знаете, очень маленький. Вот на видео тоже кажется большой. Я думала, я его буду использовать как задний фон. Но сейчас мне кажется, он слишком маленький для заднего фона. То ли мне маленький прислали, то ли на фотографии казался он очень-очень большой. Вроде качество неплохое, просто слегка линяет чуть-чуть. Но, возможно, его надо расчесать, и он линять не будет. Потому что это искусственный ворс. Обычно искусственные не линяют. Из разряда, зачем ты это купила? Это же можно было купить в обычном магазине по той же цене. Я купила скрабы. Купила их в основном для моей подружки. У нее был день рождения. Я хотела как дополнение к подарку. Потому что она мне сказала, что она очень любит скрабы. И я вот их нашла на Тренд Йол. Решила заказать. И они пришли сильно поздно. Поэтому подарить я ей не смогла. Но все равно, когда я просто пойду к ней в гости, то обязательно подарю. В трех ароматах. Мне больше всего нравится с клубникой. Меньше всего мне нравится с алоэ вера. Хотя есть люди, которые очень любят запах алоэ веры. Я как-то к нему равнодушна. У меня даже помада есть от Vivienne Sabo. Там тоже пахнет алоэ. Мне не очень нравится. Хотя некоторые просто кайфуют от этого аромата. Стараюсь максимально быстро. Не знаю, сколько там минут получилось. Но товаров у нас еще много. Это последнее, что я кинула в корзину. Скорее, наверное, ночнушка. Но я просто буду носить как домашнюю одежду. Это вот такие брюки. Они на видео кажутся белыми. Но на самом деле нет. Это нежно-нежно розовый цвет. Очень-очень легенький. Я думаю, что в них будет дома безумно комфортно и удобно. И вверх вот такой вот на лямочках. Очень мило смотрится. На фотографии материал немножко другой казался. И вот почему-то, когда я говорю, что я купила себе S, это реально бомбит некоторых людей. Почему так происходит? Я, честно, понятия не имею. Начинают мне строчить. Ты как минимум M, да ты не можешь быть S. Какой XS? Почему людей это задевает? Я не понимаю. То ли у людей, у кого что болит, тот о том и говорит. У меня вообще комплексы о том, что я толстая. Нет, наоборот, я бы хотела немножко прибавить. Потому что, когда я ношу длинные какие-то наряды, такое ощущение, что вот платье на вешалке. Поэтому я бы хотела чуть-чуть даже прибавить, но у меня это не получается. Но когда люди пишут, что ты достаточно крупная, да видно, что ты прям такая крупная девочка, да не может быть ты S. Я бываю, честно, в шоке. Я просто смеюсь таких комментариев. Честно, вы меня не обижаете абсолютно. И опять домашняя одежда. Очень милый костюмчик. И плюс точно такой же. То есть, с таким же принтом есть для детей. То есть, мама, дочка может дома ходить в одинаковых костюмах. Но это точнее не домашний костюм, а, наверное, пижама. Но для меня пижама и домашний костюм это плюс-минус одно и то же. Это с такими донатами. Розовый костюмчик. Брюки. Надо было взять на размер больше, чтобы чуть-чуть было посвободней. И кофточка вот такая. Тоже очень милая. Прикольно смотрится. И самый прикол заключается в этом. Я даже не знала, что в комплекте еще идет масочка для сна. Никогда не практиковала подобное. Не знаю, насколько удобно спать с масочкой для сна. Просто без нее купить этот костюмчик было невозможно. То есть, это был сет, поэтому пришлось взять. Ну, а так материал очень приятный на ощупь. Давайте немножко пройдемся по бижутерии. Я в последнее время очень люблю бижутерию. Даже больше, чем золото. У меня бывает периодами. Один период мне очень нравилась бижутерия. Но в последнее время под какие-то яркие платья хочется какую-то яркую бижутерию. Поэтому взяла этот сет. Он очень бюджетно стоил. Здесь есть и зеленый, и голубый, и желтые сережки. Под мое желтое платье желтые сережки будут просто топ. А синие. У меня здесь два синих платья. Поэтому ничуть не жалею. Стоили 3 копейки. То же самое касательно бижутерии. Я не вижу смысла покупать сильно дорогую бижутерию. Такое сложное видео получается. То у меня на камере зарядка заканчивается. То у меня на флешке места не остается. То еще что-то. То мне позвонили. Тут постоянно приходится делать перерывы. Но тут осталось немного. В принципе. Вообще видео получается очень длинным. Это наверное я минимум день буду монтировать. Следующее приобретение. Это опять же Strand Yol. Купила сет ароматов Zara. Это уже мужские ароматы. Покупала для своего братика. Спросила у него можно ли я сниму обзорчик. Он сказал делай все что тебе угодно. Мне без разницы. Поэтому я открыла и показала вам. Здесь маркетинговая фишка заключается в том, что один аромат типа для утра. Другой для вечера. И обои они по 100 мл. Очень круто пахнут. Я обожаю подобные мужские ароматы. Чисто мужской аромат. Их тоже откладываем в стороночку. Дальше у нас опять Shane. Здесь у нас кофточка. Точнее это спортивный топ. С рукавами. Его уже наверное не одеть. Потому что на улице уже жарко. Хотя когда я его заказывала как раз можно было его надевать. Также он. Я не знаю как правильно это называется. С перчатками. Вот такой вот на рукавнику. Очень удобно. У меня два подобных кропа уже есть. Я их покупала в Нью-Йорке. И это тоже решила взять. Потому что подобная одежда мне очень нравится. Я знаю в комментариях вы мне будете писать о том, что это спортивная одежда. Но мне нравится сочетать подобные вещи с обычными джинсами. Получается просто пушка. Платье. Платьев же у меня нет. Но это кстати мне не очень понравилось. Просто потому что здесь вырез какой-то слишком большой. Я не знаю на какую это грудь. То есть вот эта вот область именно она огромная. Немножко ее бы пожалуй ушить. И еще один небольшой минус. Ну чисто для меня это то, что в этом платье нет разреза. И немножко неудобно ходить. То есть если вы хотите например побежать. Или быстрым шагом куда-то пойти. У вас это явно не получится. Ну а так выглядит классно, утонченно, нежно. За это естественно лайкаю. И кстати я заказала себе синюю сумочку. Совсем забыла, что у меня есть вот такое платье. Еще одно должно быть платье. Тоже синее. Еще плюс костюмчик синий. Очень крутую сумку заказала Стрэндио. Вот прям жду не дождусь, когда она уже придет. Дальше. Этот тулун. Я думала, что он с надписью Барби. А оказывается здесь написано Бэйби. Ну ничего страшного, я думаю. Вообще тулумы мне нравятся. Ношу их просто как домашняя одежда. Подошел он мне просто идеально. Материал реально безумно приятный. На ощупь его вот хочется трогать. У меня подобные уже есть от Шейн. Такой розовенький с короткими шортиками. И его я кстати раз пять стирала. Он в отличном состоянии. Я поняла, что я хочу подобные вещи еще. Сел на мой взгляд хорошо, но уже сезон его прошел. Поэтому в следующем году с удовольствием буду носить. Здесь какие-то мелкие вещи тоже должны быть. Да, я же знаю, что здесь есть что-то мелкое. Взяла набор декоративного скотча. Сколько здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять штук, но они достаточно тонкие. Кстати, очень давно не рисовала для бумажного канала. Надо посидеть порисовать. Часто вижу ту, там, комментарий, ну когда же будет распаковка. Все никак, руки не дойдут. И вот новиночка уже появилась. Обязательно что-то сделаю именно с этим декоративным скотчиком. Совсем забыла про вот эти два аромата. Это тоже Zara. Тоже заказывала сетом Strand YOL. Получается намного выгоднее, нежели продается у нас. Девчонки мне в комментариях написали, что оказывается у них в Европе вообще стоит дешево. Но у нас в магазинах один аромат стоит 35, а я получается за 40 с чем-то купила два. То есть почти два я купила по цене одного. Вот этот, этот с гортензией, а это с орхидеей. С гортензией понравился мне, а с орхидеей пользуется с удовольствием мамой. И еще, кстати, у них есть серия туалетная водичка, а это именно парфюм. И он более стойкий. На мой взгляд, для миддл маркета идеальное качество. Я в последнее время вообще в городе ничего стараюсь не покупать. По возможности все заказываю, потому что так получается выгоднее. Да еще и плюс ходить по магазинам. Я не знаю, некоторые сбрасывают наоборот стресс. Но у меня наоборот, я очень сильно устаю. И где-то день мне нужно прийти в себя после шоппинга. Никакой стресс я не скидываю. А вот это то самое синее платье, которое я хочу немножко подправить. Оно достаточно интересного фасончика. А сзади тут идет небольшой такой вот вырез. Спереди у нас грудь закрытая. Единственное, вот эта штучка, которая висит, она висит как-то не очень удачно. И мне кажется, будет гораздо лучше ее вырезать, отрезать. Даже можно в домашних условиях просто эту штучку вырезать. А так материал классный, цвет просто супер. И вы знаете, я даже забыла про все эти вещи. Вчера сделала заказ на синюю крутую сумку. Надеюсь, она будет такой же, как на фотографиях. Вроде как бренд хороший. Отзывы все просто вау. Поэтому должна быть хорошая сумочка синего цвета. Подобной у меня нет. Как придет, обязательно вам покажу. Ну все, с этим пакетиком уже все. У нас остался один вот этот. Надеюсь, что я ничего не забыла. У меня такой бардак в комнате стоит. Еще Шейн я заказала. Вот такой стаканчик интересный. Взяла его специально для мукбанка. Вот эта часть является трубкой. И здесь внутри уже кое-что застряло. Мама правильно отметила, как только увидела этот стакан. Она сказала, как же ты будешь чистить вот эту область. Я подумала, гениально. Действительно, что я буду делать, когда это произойдет. Либо просто водичку пить отсюда. Но я думаю, на мукбанке будет очень красиво смотреться. Поэтому дела чистые для нас с вами. Ну и что осталось здесь? Костюмчик. Который мне очень-очень понравился. Его можно и просто дома носить. Но я, наверное, буду носить на выход. Потому что для дома у меня уже очень много всего. Это самые обычные вот такие шорты. Они достаточно свободные. Их вообще не чувствуешь на себе. Здесь есть небольшие кармашки. Реальные. Сюда можно что-то положить. Они достаточно глубокие. Здесь резиночка очень удобная. Это обычная футболка. Тоже достаточно приятный материал. Ну, естественно, один и тот же материал. И низ, и верх. Мне кажется, смотрится очень красиво. Буду носить с удовольствием. Просто на улице такая жара. Вы знаете, лето началось в этом году как-то веско. И я все смотрела на эти вещи. Каждый раз облизывалась и думала, когда же я уже наконец-то сниму распаковку. И все вам покажу, чтобы развесить у себя в шкафу и носить. Вот эту вещицу я долго присматривала. И у нее очень много продаж. Я всегда смотрела и думала, нахрена она вообще нужна? На всех маркетплейсах это просто бестселлер. Все покупают этот массажер для головы. Типа, ей удобно мыть голову. Пока что не пробовала. Если она мне понравится, возможно, я про нее сниму отдельное видео. Потому что раньше я всегда обходила ее стороной. Думала, бесполезная вещь. Купила чисто потому, что на ней очень много продаж. И классные отзывы. Раз всем оно надо, почему бы и себе не взять? Давайте последние кроссовки тоже рассмотрим. Наверняка я вам их показывала. Не помню, показывала или нет. Это опять же Margin. Очень хорошие кроссовки. Опять же, взяла в 38 размере. Качество просто на высоте, девочки. Берите, просто не задумываясь. Сейчас как раз конец сезона. И на кроссовки очень крутые скидки. Я лично и зимой ношу кроссовки, так как живу в Азербайджане. У нас не так холодно. Без сапогов спокойно можно обойтись. Вот в таких кроссовках я хожу почти всю зиму. Ну и также и летом с шортиками я люблю комбинировать кроссовки. Ну прям в сильную жару, наверное, не получится. Но вот сейчас или в мае вечерком надеть кроссовки. В сентябре, в октябре, в ноябре. Мама говорит, сколько можно покупать кроссовки. Ну я не могу, девочки, они такие крутые. Обычно ношу 37, Margin покупаю 38. Идеально садится на мою ножку. И у нас, по-моему, остался этот последний пакетик. И немножко зарядки. Все, зарядка на камере. Хочется мной попрощаться, но не сейчас. Потерпи чуток. Взяла себе сет из разных топиков. Точнее здесь их 4. Я люблю ходить с оголенным пупком. Никто мне это делать не запретит. Вот такой топ взяла. Здесь животик не видно. Но есть здесь такие шнурки, которые можно завязать. И тогда уже получится кроп. И животик будет видно. Но я буду его, наверное, пожалуй, носить вот так. Уже придумала с чем. Кое-где торчат нитки. Не критично. Материал такой стрейчевый. Тянется. Я думаю, что долго будет служить. Все три топа, можно сказать, одинакового материала. Просто разной длины. Вот этот топ тоже с интересным вырезом. Он намного короче, чем предыдущий. Бежевый. Здесь оттенки тоже хорошие. Знаете, можно миксовать с разными луками. Тоже красиво мне нравится. Черный. Вот черный я реально хотела. У меня есть пиджачок. Можно с ним. Вот так вот крест-накрест. Небольшой такой топик с джинсами на высокой посадке. Будет просто пушка. И последний. Я их еще не меряла. Но обязательно поглажу, померю. И здесь вы можете видеть меня в этих топиках. Тоже очень красиво. И снизу здесь такой вот шнурок. Да, торчат нитки. Это все можно отрезать и носить с удовольствием. Так что все ок. Размер взяла S. То есть с этим они идут. Четыре топа вместе. Здесь кое-что по мелочи осталось. Давайте разберем. Во-первых, это вот такие вот сережки. Точь-точь такие или наподобие. Насколько я помню, я заказывала для своей двоюродной сестры. Дианочка, если меня смотришь, огромный тебе привет. И вот когда я ей заказала, мне не настолько понравились, что я поняла, что хочу себе точь-точь такие. И вот заказала, вспомнила уже в самом конце, когда все кидала в корзину. Решила себе тоже взять. Они очень красиво переливаются. Стоит недорого под разные луки. Кстати, синие. У меня синее платье. Можно под него. И похожие сережки, только розовые. Но они немножко меньше размера. И еще насчет силиконовых заглушек. Я на Шейн заказала себе огромный просто набор силиконовых заглушек. Это настолько, девочки, удобно. Ты не паришься, что они потерялись. А в магазинах у нас продают они за 20 копеек. Представляете, одна пара 20 копеек. Это просто грабеж. А я, получается, 500 штук купила за 2 доллара. Они у меня лежат. И даже когда теряются, я как бы не особо придаю значение этому. А то раньше так берегла эти силиконовые заглушки. Радовалась, когда в сережках дополнительно давалась еще одна заглушка. То есть думала, как хорошо есть запасные. Это, наверное, последняя из одежды, что у нас с вами есть. И это опять домашняя одежда. Очень крутой тувум. Это такой приятный материал. Он настолько крутой. Взяла в размере S. С такими сердечками. Нежно-розовый цвет. Опять же, здесь длинный рукав и брюки. Это уже, наверное, на следующий год. Потому что в этом году, во-первых, есть что носить. А во-вторых, уже сезон заканчивается. Поэтому я оставлю нетронутым. Просто уберу в зимний шкаф. И мне еще надо разобрать, кстати, вообще свой шкаф убрать все зимнее. Повесить все летнее. Потому что на улице уже шикарная погода. И мы с вами успеваем. Две пары сережек, которые на фотографии выглядели невероятно круто. Они были большими, огромными, я бы даже сказала. А когда я их получила, я просто честно в шоке. Что это такое? Если бы я знала, что они будут такие маленькие, я бы, наверное, их заказывать точно не стала. Правда, цена тоже бюджетная. Но лучше бы я заплатила чуток побольше. Но взяла сережки покрупнее. И, возможно, вам на видео тоже кажется, что они достаточно крупные. Но нет. Они очень-очень маленькие. Особенно вот эти розовые. Это, наверное, где-то сантиметр или полтора сантиметра. Лет, наверное, семь назад с Алиэкспресс я заказывала подобные сережки. Но они были раза в два, в три больше. Я почему-то думала, что это точно-точно такие же, как я заказывала с Алиэкспресс. Но нет. Совсем маликусенькие. И, по-моему, я показала все. Если ничего не забыла, я уже два часа подряд тараторю. Представляете? Постараюсь по возможности больше вырезать. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать свое мнение в комментариях. Также все ссылки будут внизу, в описании под видео. Что касается Trendyol, там будет только одна ссылка. Я создам коллекцию. В эту коллекцию включу абсолютно все позиции. К сожалению, на шее не сделать то же самое невозможно. Поэтому каждая ссылочка будет внизу по отдельности. Некоторых позиций, к сожалению, больше нет. Вы знаете, насколько быстро на шее горят ссылки. Тем более, кое-что я покупала с распродажи. Этих вещей вообще нет. Но то, что будет, я обязательно вам оставлю. Если какой-то позиции нет в описании, значит ссылку я просто не нашла. Всех люблю, целую. Пока!